В прошлый раз мы с вами остановились на том, что сформулировали 4 основных способа существования, 4 основных способа построения множеств, то есть 4 такие аксиомы о существовании множеств. Надо ли их повторить? Ну давайте, давайте коротко сформулируем. Ну значит, если вот у нас есть какие-то множества, 1, 2, 3, 4 и так далее, на самом деле достаточно двух формально, только для 2, для n равного 2 это постулировать. Если у нас есть какие-то множества, то у нас существует множество, которое обозначается а1, а2, аn в фигурных скобках, такое, что для него выполнено свойство. Элементом этого множества является, но только x1, является только а1, а2 и так далее, вплоть до аn. То есть, по сути дела, мы можем, имея несколько данных множеств, построить множество, состоящее только из них. Понятно? Когда мы что-то доказываем про вот это множество, мы вот таким вот свойством пользуемся. Собственно говоря, и все. А второй способ построения множеств, это выделение подножества. То есть, мы говорим так, если а множество и фи, это какой-то предикат, где есть хотя бы один аргумент, на самом деле их может быть больше, тогда у нас получится множество, зависящее от какого-то параметра, но это неважно. Что? Ну, тоже ничего страшного в этом нет, на самом деле. Значит, если а множество и фи какой-то предикат, главное, чтобы подстановка чего-то вместо икса туда была осмыслена. Если там, ну, нету места для икса, то, ну, вот он, скажем, вот икса не зависит, всегда истинен или всегда ложен, безотносительно икса. Ну, так сказать, для простоты удобно считать, что тут есть какое-то свойство икс. Если а множество и фи предикат, то существует множество, которое обозначается вот таким образом, множество всех таких иксов и за, которые удовлетворяют свойству фи. Такое что? Ну, свойство очевидно. Игрек принадлежит множеству всех иксов и за, со свойством фи, но тогда и только тогда, когда игрек принадлежит а, и игрек удовлетворяет свойству фи. Понятная идея? Третье. Это множество всех подножеств. Или множество степень, power set. Если у нас а множество, то есть для любого а, потому что ничего кроме множества у нас нет, то существует множество, которое я называю п красивое от а. Ну, это довольно стандартное обозначение. Такое, что быть элементом этого п от а, это логически то же самое, что быть под множеством а. Вот, собственно, и все, да? Опять же, когда вы что-то хотите доказать про п от а, вы пользуетесь вот этим. Обратите внимание, что вот эта эквивалентность позволяет включение заменить на принадлежность. Но только надо букву п пририсовать. Понятно? Является подножеством то же самое, что является элементом множества всех подножеств. Ну и последнее свойство, место для него кончилось. Это так называемое объединение множеств. Это вам не очень может быть знакомо, но мы с ним познакомимся ближе. То есть, если а какое-то множество, то существует множество объединения а. Такое, что для любого х, что значит, что х принадлежит объединению а? Значит, он принадлежит какому-то элементу а. Существует у, такой, что х принадлежит у, а сам у – это элемент а. Ну, сокращенные это будут так писать. Х принадлежит у, принадлежит а. Обратите внимание на эту сокращенную запись. Она не подразумевает, что х принадлежит а. В отличие от того, что у вас было, например, для порядков. Когда мы пишем 2 меньше 3, 3 меньше 5. При этом мы подразумеваем, что может любой член из этого ряда выкинуть, и окажется, что 2 меньше 5. Здесь не так. Вообще говоря, транзитивности у этого отношения нету, как и нету нормального куска мела. Здесь. Так. Хорошо. Понятно это? Теперь давайте двинемся дальше. Пока мы не будем вводить новых способов образования множеств, а поймем, что можно получить из этих. На самом деле, довольно много. Ну, удивление много. И сегодня мы увидим применение вот этих всех конструкций в мирных целях. А именно, мы смоделируем важное математическое понятие – упорядоченной пары, на котором основаны такие вещи, как, например, функция. То есть, что такое функция? Что такое функция? Вот в старое время над этим не задумывались. Функция – это соответствие, какой-то закон там и так далее. Но это все достаточно мутно. А в теории множеств есть определение функции. Функция – это множество специального вида. Но какого вида? Функция – это множество пар, аргумент, значение. Ну, вот чтобы нам такого рода вещи изучать, например, синус. Мы функцию отождествляем с ее графиком, да? Вот есть у нас там синус. Значит, из чего состоит этот график? Из пар вещественных чисел, правильно? Согласны, что график однозначно задает функцию? Значит, мы можем функцию с графиком отождествить. А график – это некоторое множество пар вещественных чисел. При этом пары упорядочены. Важно, где там абсциссы, где там ордината. Поэтому просто взять за пару множество из двух элементов нельзя, так как не выделено, какой элемент там первый. Но мы сейчас поймем, как средствами вот этими вот всеми можно такое дело сделать. Но прежде немножко поговорим про другие конструкции. Ну, первая из них – это прямой аналог объединения. Называется она пересечение множества. Ну, то есть, какая идея? Идея очень простая. Ну, вот у нас х, допустим, состоит из каких-то ашек. А1, там А2, и сколько-то их там есть. Я так варварски пишу, необязательных там, конечно, много. Что такое пересечение х? Нам бы хотелось, чтобы пересечение х – это было что? Ну, по аналогии с объединением. Объединение – это все те элементы, которые… Каким обоим? Объединение множества – это все те элементы, которые принадлежат хотя бы одному из его элементов. Правильно? Вот, например, объединение вот этого множества х. Как оно выглядит? Где оно на рисунке? Ну, вот вся эта фигура. Правильно? А где бы нам хотелось здесь увидеть пересечение множества х? Что это? А как это можно логически определить? Правильно! Нам хотелось бы написать вот такое вот тождество. Смотрите. Ну, давайте х, мы уже использовали другую букву. Альфа принадлежит… Давайте сравним объединение х. Тогда и только тогда, когда есть а такое, что… Ну, сокращенно буду писать. Такое, что альфа принадлежит а, и а принадлежит… Да, тоже не хочу так. Это будет ненаглядно. Да. Существует… Вот, чтобы было наглядно, лучше все так. Существует такое а, принадлежащее х, что альфа ему принадлежит. Это объединение. Правильно? А как будет выглядеть определение пересечения естественным образом? Как бы нам хотелось? Для любого а, принадлежащего х, альфа принадлежит этому а. Правильно? Да. Хочется так. Вас ничего не смущает в такой эквивалентности? Да. У нее есть вырожденный случай. Какой? Какое именно множество? Какое пустое? Тут есть а, х, альфа. Кто из них пустое? Х. Вот что будет, если х пустое? Смотрите, что окажется. Окажется, что альфа принадлежит пересечению пустого, да? Тогда и только тогда, когда для любого а из пустого альфа принадлежит а. Что можно сказать про это свойство? Это наш лысый король. Узнаете? Так что про это свойство можно сказать? Про его истинность, ложность? Это истина, согласны? Или непонятно? Тут написано для любого а большого, если а большое принадлежит пустому, то. То есть, это истина, значит, и это истина для любого альфа. То есть, получается, что вот это вот пересечение пустого, пересечение пустого, это множество, вообще всех множеств. На семинаре мы заметим, что его не существует. Но это прямое следствие парадокса Рассела. Вот. Но если есть аксиома основания, то вот это Расселовское множество R, оно и было бы множеством всех множеств, оно не существует. А если аксиома основания не верна, ну, там можно легко сманипулировать и получить, что множество всех множеств тоже не существует. Его нет, но можно это на семинар и так далее. То есть, смотрите, мы получили какую-то ерунду. Пересекли пустое семейство множеств и получили вообще все. Хотим мы этого? Нет. Поэтому вот это вот свойство просто так вводить нельзя. А что же надо делать? А надо быть чуть аккуратнее. Надо вот это все поместить в объединение Х. Ведь, естественно же, чтобы пересечение было включено в объединение. Ну, как здесь на картинке. Красненькая область включена в зелененькую. Итак, определение. Пересечением какого бы то ни было семейства множества Х, множества Х, мы называем множество всех тех Альф откуда? Не оба откуда, а из объединения Х. А дальше уже безопасно переписать вот это свойство. Что теперь будет с пустым? Почему такая штука существует? Нужна ли специальная аксиома? Или она существует по некоторым принципам построения множеств? Почему такое множество есть? Потому что нам так хочется. Нет, множество надо по аксиомам вот этим строить. Один, два, три, четыре. В силу каких принципов оно существует? Четвертого точно. Почему? Потому что надо образовать объединение. Еще какого? Второго, потому что нам надо выделить под множество свойствам. Так, существует, молодцы, доказали. Есть такое, ну и свойствами вот этими вот такого типа оно обладает. А что будет в пустом случае? Смотрите, отсюда сразу видно, что наше пересечение включено в объединение, правильно? Любой элемент пересечения по построению принадлежит объединению. Тогда что же будет в случае пустого? Тогда пересечение пустого включено в объединение пустого. Но объединение пустого это пустое, мы доказывали. Значит оно какое? Какие есть под множество пустого множества? Да, то есть оно оказалось пустым. А вот этот принцип, который мы хотели получить, он действительно будет вытекать из этого определения, но только с оговоркой. Если х не пустое, то для любого альфа, альфа принадлежит пересечении х. Тогда и только тогда, когда для любого а из х альфа содержится в этом а. Ну как это доказать и почему важна оговорка? Ну в одну сторону просто, слева направо. Если альфа принадлежит пересечению, то смотрим на это определение и видим, что свойство выполняется, правильно? А вот в обратную сторону чуть труднее. Можно что-нибудь стереть? Давайте этот сотру. В обратную сторону чуть труднее. Значит, прямую ясно. Ясно вам или это надо пояснить? В обратную. Ну в обратную, смотрите, пусть у меня вот эта вот гадость верна. Для любого а из х альфа какая-то там живет. Я хочу что? Я хочу, чтобы альфа принадлежала пересечению. Ну то есть что это значит? Чтобы принадлежать пересечению, нужно что? Нужно, чтобы вот это свойство выполнялось и нужно попасть в объединение. Правильно? Почему? По два. Когда мы попадаем в такое множество? Когда мы в а и свойство выполнилось. Правильно? Вы не шокированы? Удается следить за тем, что я говорю? Это же элементарно. Но немножко непривычно. Значит, когда вот это свойство выполнено? То есть для каждого а, принадлежащего х, альфа попадает в а. Но это у нас уже есть. Это у нас уже есть. Это испусть следует. Правильно? Из предположения. А второе, что нам надо, это попасть в объединение. Вот тут-то нам и понадобится не пустота. И альфа попала в объединение. Зачем вообще эти обломки сюда складываются? Какой у них смысл? Вообще, надо брать мел. Тут вот есть такие помещения хозяйственные. Там его выдают. Надо брать коробочку с мелом. Так. Значит, хорошо. И вот такая вот вещь. Ну, а почему это так? Почему альфа попадает в объединение х? Ну, сейчас проверим, где бы это написать. Давайте тут. В самом деле. То есть, нам надо доказать, что существует такое а0, принадлежащее х, что альфа принадлежит этому а0. Правильно? х не пустое, правда? Вот где мы этим пользуемся. Так как х не пустое, значит, существует некое множество а0, которое принадлежит х. Но альфа у нас содержится в каждом а из х. Это реальные вещи, на самом деле. Альфа принадлежит каждому а из х, правда? Значит, альфа принадлежит и а0. Ну, все. Мы нашли такое а0 из х, которому принадлежит альфа. Значит, действительно, альфа попала в объединение. Понятно, какую роль играет не пустота? Альфа принадлежит а0. Есть ли вопросы по этому моменту? Пожалуйста. И каждая палочка, это такое что? Вот это? Нет, вверху где... Здесь? Ну, вы можете ее читать таким образом, но это единый символ. Вот по принципу 2 мы строим множество, которое обозначается вот так. Прочесть это можно действительно, как вы сказали, множество всех тех и только тех иксов и за таких, что выполнено свойство фи. Ну, символ такой. Хорошо. Этот вопрос уже задавался. Но если я напишу здесь просто конъюнцию, здесь будет стоять утверждение, которое почему-то заключили в фигурные скобки. А я хочу имя для множества дать. Вы понимаете, что множество это не то же самое, что утверждение? Вот. Это такое обозначение. Это такое обозначение. Но конъюнкция, конечно, здесь имеет отношение к этому делу. Мы попадаем сюда тогда и только тогда, когда у в а и фи для у выполнено. Правильно? Теперь давайте немножко отдохнем и поговорим о вещах, которые вам хорошо известны. А именно это вот так называемая операция алгебры множеств. Объединение, на этот раз двух множеств, пересечение, разность, дополнение и тому подобное. Сейчас я эти операции определю на основе четырех принципов. Пересечением мы не будем уж очень активно вот таким пользоваться. Поэтому, если это вас шокирует, то... Ну, сейчас не надо делать вывод, что ходить на лекции до конца года не нужно. Так, некоторые уже сделали, похоже, такой вывод. Итак, алгебра множеств. Ну, что имеется в виду? Вот смотрите, вот у нас есть, допустим, два множества, да? Пусть а и b какие-то множества. Тогда мы можем определить их объединение, вот их двух, следующим образом. Это будет объединение, какого, думаете, множества? Читается. Да? Совершенно верно. Почему такая штука существует? По каким принципам? Один и еще что? И четыре. Согласны? Утверждение, к которому вы привыкли. Сейчас я его докажу, но потом я уже не буду такую подробность развивать. Я буду такие вещи оставить без доказательства. Для любого х, х попадает в объединение а и b, тогда и только тогда, когда х попадает в а, или х попадает в b. Ну, это вам закума. Почему это так? Ну, очень просто. Ну, в самом деле, что значит, что х попало сюда? По определению, это означает, что х попало вот в такое вот объединение. Правильно? Раскручиваем это. Значит, существует такой у, что у попал вот в это множество, и х попал в у. Правда? Ну, я воспользовался вот этим четвертым принципом и характеристическим свойством. Не набрал я пока. Теперь воспользуемся вот это свойство 4 я использовал. Воспользуемся свойством 1. Когда у попадает сюда, чему это равносильно? Тому, что у... Чему равносильно, что у попадает в такое множество? Да, у равен а, или у равен b. И при этом х принадлежит у. Согласны? Вы не шокированы? А что вы шокированы? Доказательство тривиальное. Вы, наверное, шокированы всем, что это надо доказывать. Так, хорошо. Минутка логики. Вы не забыли, что у нас еще бывают высказывания? Они могут быть эквивалентны друг другу. Если я возьму высказывания альфа или бета и гамма, все ли понимают, что это высказывание эквивалентно такому? Альфа и гамма или бета и гамма? Кто не верит, проверяет по таблицам истинности. Это понятно? Тогда я в скобках сделаю преобразование. Что у меня получится? Так, логика. Существует у такой, что у равен а, и х попадает в у. Или у равен а, и х попадает в у. Нормально? В б. Да, заметили. Хорошо, спасибо. Так, понятно это? Еще минутка логики. Опять логика. Но уже логика с квантерами. Логика первого порядка. Смотрите. Есть х, который является белым единорогом. Есть единорог, который является белым. Или является черным. Когда это верно? Когда есть белый или черный единорог? Когда есть белый единорог или есть черный единорог? Не согласны с таким логическим законом? Интуитивно вы в это верите? Тогда смотрите, у нас как раз стоит дизъюнция под квантером существования. Есть у такой или такой? Значит, что это означает? Что существует у такой, что у равно а, и х принадлежит у. Или существует у такой, что у равен b, и х принадлежит у. Дошли до этого. Теперь мы избавимся от квантера существования. Тут я опять применю логику и нашу интуицию. Смотрите, есть у, который равен а, и содержит х. Следует ли отсюда, что х принадлежит а? А в обратную сторону, если х принадлежит а, то есть ли такой у? Найдется ли у, содержащий х, и равный а? Какой? В другую сторону я просто скажу, что в качестве у можно взять а, и все выполнится. Правильно? Значит, это и вот это равносильно. Аналогично здесь. Я начал с принадлежности х-объединению и закончил вот этим. Значит, эти свойства эквивалентны, что и требовалось доказать. Понятно? Сложно это? Нисколько. И заметьте, я не нарисовал ни одного рисунка. Ни кругов никаких я не рисовал. Чистая логика. Что здесь неожиданного? Неожиданный сам подход. Мы пользуемся аксиомой, пользуемся логикой, не пытаемся ничего вообразить, представить и прочее. Хорошо ли это или плохо? Ну, однозначно сказать нельзя. Но в данном случае неплохо. Так, мы доказали такое утверждение. Согласны? Можно стирать доказательства? Мы его доказали, мы можем пользоваться. То есть, что мы сделали? Мы наш школьный, так сказать, принцип, наше школьное понимание этого объединения выявили из понимания такого теоретика множественного. Оказалось, что вот это объединение, оно точно такое же, как у нас было раньше. Все, что мы знали для этого объединения, мы можем применять к введенному здесь. Теперь я введу пересечение множеств. Это проще. В качестве пересечения двух множеств я возьму что? Пожалуйста. У кого наработалась уже интуиция этих четырех принципов? Как построить пересечения А и Б? Пересечения множеств. Вот такого? Ну, можно, но это неудобно. Проще можно. По какому из принципов, которые я стер? Скажите, пожалуйста, стеклянные среди голубых и голубые среди стеклянных, это одна и та же совокупность? Нет? Вы уверены? Или, как написано у Верича Геншиня, шахматисты среди математиков и математики среди шахматистов, это одни и те же люди? Понимаете? Язык русский здесь не симметричен. А тем не менее, определяемый объект совершенно симметричен. Значит, как можно определить пересечение? С помощью какого принципа построения? Какого? Второго, как же? Это все те иксы откуда? И за, с каким свойством? Со свойством принадлежать Б. Все! Понятно? Очевидные утверждения. Для любого икс, икс попадает в пересечение, тогда и только тогда, когда икс попадает в А, икс попадает в Б. Согласны? Так, объединение есть, пересечение есть. Какая еще нужна операция? Какая? Разность! Совершенно верно! Как же определить разность А минус Б? Я напомню, кто мыслит в терминах кружочков. Разность это А и Б, это вот что. Это у нас вот все те, кто в А, но в Б не попал. Разность несимметрична, поэтому сам просится второй способ. Что же это? Как ее определить? И неверно, что они принадлежат Б, да? Все! Три операции есть. Какие у этих операций свойства? Ну, в основном я не буду их доказывать, потому что там очевидные рассуждения. Лишь кое-что для примера посмотрим. Лемма 1 для любых А и Б, смотрите, у нас пересечения А и Б включенного, правильно? А в Б. А в Б тоже. А включено в объединение А и Б, правда? И Б туда же включено. Это понятно? Доказательство. Оно основано на логике. Смотрите. Что значит, что Х принадлежит пересечению? Это эквивалентно тому, что Х принадлежит и А и Б. Но из этой конъюнкции следует, что Х принадлежит А. И наоборот, из того, что Х принадлежит А, следует, что Х принадлежит А или Х принадлежит Б. То есть мы используем вот эти вот утверждения. Понятно это? Кстати, для разности тоже есть такое. Как оно выглядит? Для любого Х, Х принадлежит А минус Б когда? Когда? Да. И неверно, что Х принадлежит Б. Так. Понятно? А что можно сказать про разность? А минус Б куда включена? В А. В А. А чему равно ее пересечение с Б разности? Равно пустому множеству. Согласны? Терминология, но вы ее знаете. Множество называется непересекающимся, если их пересечение равно пустому. Но это вы знаете, правда? Хорошо. Так. Лемма 2. Эта лемма столь же проста, чрезвычайно полезна, она очень полезна. Но может быть она вам тем не менее не знакома. Может быть она прошла мимо вас. Поэтому мы ее докажем. Лемма 2. Для любых А и Б следующее утверждение или высказывание равносильное. Первое. А включено в Б. Второе. Пересечение А и Б равно? А. Третье. Объединение А и Б равно? Б. То есть, почему эта лемма примечательна? Потому что она позволяет нам с вами заменить включение на равенство. А с равенствами рассуждать проще. Почему? Потому что в равенстве можно равное множество свободно заменять друг на друга в любой формуле. Понятно? Как это доказывается? Встречались ли вам на мотане или где-либо теоремы такого вида? Вот эти утверждения 1, 2, 3 эквивалентны друг другу. Понятно ли, что по свойствам импликации нам достаточно доказать, что из первого следует второе, из второго следует третье, а из третьего следует первое. Непонятно? Хорошо. Но смотрите, всего сколько здесь импликаций? Много. Нет, между тремя 1, 2, 3. Сколько здесь импликаций возможно? Ну, тремя способами выбираем первое утверждение импликаций, двумя, второе, 6. Но все они следуют. Например, почему из двух следует один, если мы доказали вот эти импликации красненькие? Ну, дано 2, получили 3, из 3 и 1. Понятно это? И неужели понятно? Давайте доказывать эти импликации. Из первого, второе. Что дано? Так, давайте с ускорением. Что дано? Дано А включено в Б. Что хотим? Мы хотим доказать, что пересечение равно А. Правда? Текс. Все ли помнят, что множества равны тогда и только тогда, когда между ними есть два включения? Мы так и будем обычно доказывать равенство между произвольными множествами. Хотим, во-первых, чтобы А, пересеченное с Б, включалось в А. А во-вторых, чтобы А включалось в А, пересеченное с Б. Текс. А нет ли у нас уже одного из этих утверждений? Нет. Какое? Откуда? Откуда? По лиме-1. Вот же оно. Правильно? Значит, остается только такое. Ну, как доказать включение? Рассвоим произвольный Х, принадлежащий А, и докажем, что он попадает в пересечение. Правильно? Там же импликация внутри. Для любого Х, если Х попадает в А, то Х попадает в пересечение. Погнали. Допустим, у нас Х попал в А. Хорошо. Что можно сказать по, вот из этого дано? Тогда Х попал в Б. Ну, хорошо. В Б он попал по этому допущению. Но в А-то он тоже остался. Значит, Х попадает в А, и Х попадает в Б. А мы знаем, что этого достаточно, чтобы Х попадал в пересечение. Все, доказательство импликации 1, 2 завершено. Понятно? Вы не шокированы? Следующая импликация, 2, 3. Дано. А равно А, пересеченное с Б. Хотим. Б включено в объединение и объединение включено в Б. Согласны? Нет? Почему в А? Мы же доказываем вот это. Какое-нибудь из этих включений у нас уже есть? По какому утверждению? По лиме 1. Остается доказать вот это. Правильно? Опять, допустим, что Х принадлежит объединению. Но мы-то с вами уже знаем, что значит принадлежать объединению. Это значит, что Х попадает в А или Х попадает в Б. Правильно? Согласна? Ба! Ну, еще такое Х. Х 2 А равно пересечению. Правда? То есть, это значит, что Х попадает в пересечение. Я не очень подробно пишу, да тошноты. Или Х попадает в Б. Но, на самом деле, по лиме 1, опять же, по лиме 1 у нас пересечение включено в А. Правда? Значит, по лиме 1 мы можем сказать, что Х попадает не только в А, но и в Б. Неправильно. Ну, в Б, но тоже включено. Правда? Значит, по лиме 1 у нас получается, Х попадает в Б или Х попадает в Б. То есть, Х попадает в Б. Все. Логично? Что остается? Какую импликацию остается доказать? И с 3-го 1 вывести. Ну, гораздо же проще, мотана. Дано. Что дано? Объединение А и Б равно Б. Что хотим? А включено в Б. Погнали! Смотрите. Х дано. Предположим, что Х принадлежит А. Что тогда? Тогда по лиме 1, мы ведь с вами знаем, что А включено в объединение. Тогда Х включено в объединение. Правильно? Но равное множество состоят из одних и тех же элементов. А А объединенное с Б равно Б. Значит, Х принадлежит Б. Все! Теорема доказана. Преимущество таких рассуждений, я совершенно не думаю, его проводя. Моя голоса свободна, оно почти автоматическое. А если вы будете рисовать картинки, вот почему, если они равны, то А включено в Б? Ну, пусть А не включено в Б, тогда есть элемент в А, который в Б не попадает, где-то он там на картинке, тогда пересечение у них такое. Понятная идея? Так, есть по этому вопросы? Основная теорема в этой области такая. Ну, подождите, сейчас, прежде чем ее формулировать, надо еще кое-что ввести. А знаете, есть такая операция дополнения? А что такое дополнение? Это все те элементы А, которые не принадлежат А, но принадлежат кому? Какому-то фиксированному надмножеству, которым живет А. Вот если у нас фиксировано такое множество, мы будем называть универсумом, ради бога, не надо думать, что это множество всех множеств. Это просто в нашем контексте. Допустим, я занимаюсь мотаном. У меня, допустим, универсум – это множество вещественных чисел, я рассматриваю просто его разные подножества. Вот, вот так вот. Значит, пусть у нас А, Б, С – это какие-то множества, которые включены в некоторое У. Ведем операцию дополнения. Для любого х из этого У мы положим дополнение х, обозначим, это что такое будет? Это будет У минус х. Дополнение определено только для подмножества. Это понятно? Вы не шокированы? Тогда давайте это назовем теорема. Тождество, основные тождества алгебры множеств. Ну и дальше длинный-длинный список тождеств. Ну, не очень длинный. А пересеченное СА равно… А объединенное СА равно… Как называется это свойство? И демпотентность. Я применяю как бы А, возвожу в квадрат, в смысле операции пересечения, в вторую степень. И получается то же самое. То есть потенция, степень, она остается той же самой, идем. Ну вот. Называется идемпотентность. А пересеченное СБ равно Б пересеченное СА. А объединенное СБ равно Б объединенное СА. Согласны? Я еще одно свойство забыл тут написать, оно нужно. Я не хочу разность рассматривать. Разность как выражается. Можем ли мы разность выразить через дополнение? Если А и Б – это подможество У. Как же разность выражается через дополнение? А пересеченное с дополнением Б. Не правда ли? Запомним эту формулу. Не надо ее проверять? Слава Богу. Третье. Свойство. Вот это свойство коммутативности. Еще есть свойство ассоциативности. Которое говорит нам, что все равно, как расставлять скобки. Ну и то же самое для объединения. Согласны? Законы поглощения. А пересеченное СА объединить с Б равно? А. Просто. Будем проверять. Двойственный закон поглощения. Он получается заменой пересечения на объединение и наоборот. Так. Пятое. Законы дистрибутивности. А, пересеченное с объединением Б и С, равно? А, пересеченное с Б, объединенное с? А. Пятое. Так точно. Двойственный закон получается заменой. Объединение на пересечении и наоборот. Если я объединю А с пересечением, что получится? Согласны? Или будем проверять? Ясно это? Это вытекает из свойств логики. Это двойственно наш... Ну, можно сказать, что и двойственно нашему логическому принципу, что утверждение верно А или Б и С, тогда и только тогда, когда верно А или Б и верно тоже А или С. Согласны? Свойства с дополнением. Такс. Шестое. Дополнение, дополнение равно... Дополнение, пересечение закона Д. Моргана. Дополнение, пересечение равно... Объединению дополнений. И двойственный закон, дополнение, объединение равно... Согласны? Восьмое. Как получить константы? А, пересеченное со своим дополнением, равно... Пустому множеству. А, объединенное со своим дополнением, равно... Универсуму. Девятое. Свойства констант. А, пересеченное с пустым множеством, равно... Пустому. А, объединенное с пустым множеством, равно... А. А. А, пересеченное с универсумом, равно... А, объединенное с универсумом, равно... Ну, что скажете? Будем это проверять? Нет. Это проверяется, по сути дела, по таблицам истинности. Мы с вами... Ну, например, что значит, что х принадлежит пересечению? Мы доказали, что это означает, что х принадлежит одному и другому множеству. Получается конъюнкция, вот как здесь, например. Получается конъюнкция, х принадлежит, а, и дизюнкция двух утверждений. А дальше мы по таблицам истинности преобразуем. Понятно? Я думаю, это вам все хорошо известно. Поэтому не будем на этом останавливаться. Так, на что обратить внимание? Вот везде, где фигурирует дополнение, должен быть фиксирован универсум, разумеется. Давайте посмотрим, как эту гадость можно применять. Эту гадость наряду с какой-то другой гадостью, которая нам уже известна. Пример. Давайте, например, докажем, что а минус b минус c равно а минус b, почему здесь нет мела, равно а минус b, объединенное с дуну. Минус на минус дает плюс. Дополнение, дополнение, это само а. Как это можно доказать? Один из позовов расписать по определениям. Докажем, что х принадлежит левой части, тогда и только тогда, когда он принадлежит правой. Но пусть х принадлежит левой части, тогда он принадлежит х, но не принадлежит разности. Что это значит? Это значит, что он или не принадлежит b, или принадлежит c. Ну и т.д. Другой способ алгебраический. Я вам настоятельно это рекомендую. Мы воспользуемся нашей теоремой вот этими тождествами. При этом мы будем помнить принцип, который я формулировал на предпоследней лекции, где я говорил, что равное множество можно заменять одно на другое. Помним? Он очень естественен. Доказательство. Доказательство алгебраическое. Так, а минус b минус с. Прежде всего нам надо ввести универсум. Обычно это делается неявно. Нам надо придумать у, который содержит а и b и c. Как это сделать? Можно сказать, что у это а, объединенное с b, объединенное с c. А нужны скобки? Нет. Можно считать, что скобки всегда группируются налево. Потому что как их ставить? Все равно по свойству ассоциативности. Так, пусть универсум это гадость. Тогда любой элемент из а, из b или с c, он за это там живет. Поехали. Очевидно, и левая, и правая части это подножство нашего универсума. Погнали. А минус b минус с. Что это такое? Применяем теорему. Это получается пересечение а с дополнением разности. Правда? Давайте внутреннюю разность тоже распишем. Что это будет? Пересечение b с дополнением с. Не так ли? Текс. Равно. Равно. Чему же это равно? Применяем закон de? Да. De Morgana, не de Monte Cristo. Получается, что? Дополнение b объединить с дополнением дополнения c. Правда? Ну, что такое дополнение-дополнение c? Это само c. Вы не шокированы? Дальше какое свойство? Диэз 3. Бутивность. Распределительное свойство. Распределительный закон. А теперь мы избавляемся от всякого упоминания нашего универсума. Вжиг. И получилось то, что мы требовали. Понятно? Я пользовался тождеством и заменяю равное на равное. Именно для этого эти тождества и нужны. Нормально? 16.55, да, заканчиваем? Значит, я не буду сейчас продолжать тему этих примеров. Их много запасено для семинара. Я двинусь дальше и разберу новую для нас тему, которую я уже объявил. А именно, сейчас мы поговорим про то, как выразить в этой теории упорядоченную пару, в теории множеств. Так, ну тут, я думаю, нет особых вопросов. Вы же ЕГЭ сдавали. Содержательно тут все то же самое. Вопрос только в том, что мы это пытаемся поставить на какое-то более твердое основание. Четырех аксиоматических принципов. На самом деле, там еще их несколько было. Аксиомы основания, аксиомы равенства. Так, погнали. Значит, пожалуйста. Мне нужно придумать упорядоченную пару. Сейчас мы подумаем, как могла бы выглядеть аксиома упорядоченной пары, а потом мы ее сделаем теоремой. Вот если в математике ведь как? Если у меня чего-то нет, я его постулирую, что оно есть. Ну, то есть, если его нет, но мне хочется. Я постулирую, что оно есть. При этом может возникнуть противоречие. В этом риск математической деятельности. Поэтому лучше не постулировать и выводить из имеющихся аксиом. Но давайте прежде всего подумаем, чего мы хотим от пары. Вот пока я пишу некое утверждение, чей статус аксиома это или теорема, он, ну, не определен. Сейчас мы выясним. Пусть у меня А и Б множество. Ну, не только А и Б. А, Б, С, Д множество. Вот что бы мне хотелось от их упорядоченной пары. Я ее обозначу вот так. Как бы нам свойство упорядоченности этой пары определить? Вот писать формулу вида «Х принадлежит паре тогда и только тогда» мне не очень интересно. Мне хочется именно показать, что она упорядоченная. То есть, если я их переставлю местами, то будет ли равенство? Нет, нет. Ну, неправда. В одном случае будет. То есть, я хочу, чтобы такое равенство было эквивалентно тому, что А равно Б, да? И никогда в другом случае не выполнялось. Но на самом деле это не очень удобно. Вот так. Хочется более общо. Когда две пары равны? Когда две точки плоскости координатные равны? Когда у них абсциссы равны и ординаты равны. Правильно? Вот именно этого я хочу. Какие есть два пути? Путь первый. Постулировать существование такого множества. Путь второй. Сконструировать его с помощью принципов 1, 2, 3, 4. Второй путь, естественно, лучше, так как не надо вводить новые аксиомы, от которой могут быть дополнительные противоречия, какие-то проблемы. Но как его сконструировать? А здесь нужно что-то изобрести. Здесь уже надо соображать. Тут уже не получится вот просто, так сказать, механически это делать. Определение. Упорядоченной пары. Вы можете записать, называется упорядоченная пара. Упорядоченной пары множеств А и Б. Называется множество, которое обозначается вот таким вот символом. И которое равно чему? Ну, гипотеза номер 1. Ну, очевидно, такого свойства тогда не будет. Правильно? Не годится. Значит, нам надо как-то выделить первый элемент. Как? Вот простейший, наверное, способ это сделать. Просто этот элемент записать отдельно. Это не единственная возможная конструкция. Не надо думать, что она какая-то вот прямо откуда-то следующая. Конструкций подходящих бесконечно много. Ну, хотя бы потому, что вы можете на эти синглитоны навешивать еще скобочки фигурные. Но эта конструкция работает. Тем она и хороша. Почему она работает? А вот почему. Теорема, ну, его можно назвать, характеристическое свойство упорядоченной пары. Упор пары. Вот. Для любых А, Б, Ц, Д у нас такое хозяйство верно. Понятная идея? Кстати, а почему упорядоченная пара существует? По каким аксиомам? По каким принципам? По первому. Только по первому, да. Кстати, я вам не сказал, как в первом принципе обойтись n равным 2. Кто интересуется, сейчас покажу на примере. Ну, вот как мне сделать множество, чьи элементы 1, 2, 3? Умея... Это для интересующегося отступления. Умея заключать в фигурные скобки только два элемента. Да очень просто. Понимаете? Вжих. Вжих. Объединение у нас есть. То есть формально вот так. Тут я фигурные скобки только по два заключал. Понятно? Ну, и для любого, конечно, для трех, для четырех и так далее. Но это не так важно. Ну, это то же самое, что и синглитон. Это одно и то же. Я просто так написал. Для наглядности. Что тут n равно 2. В первом принципе. Мы уже разобрались, что синглитоны существуют. Очень мрачный у вас вид. Так. Значит, доказательство теоремы. Хотя мы уже неплохо продвинулись. У нас скоро будем заниматься содержательными вещами. А пока формалистика. 15 минут. Должен доказать. Здесь сложно в какую сторону. Вот эта импликация сложная. Слева направо или справа налево? Справа налево она простая, потому что равные множество всегда можно заменять на равные. Заменим а на с и б на д. Тогда это равенство превратится в тривиальное. Так вот, справа налево тривиально. Так как равные множество, можно заменять друг на друга. Согласны? А вот слева направо не очень тривиально. Дано. Сейчас мы эту рюску меткаем. Это не страшно. Что дано? А, Б равно чему? С, Д. А что хотим? Чего хотим? И все? И Б равно Д. Обратите внимание, что вот эта штука, это что такое, если мы развернем определение? Это значит, вот такой ужас. Вот ужас слева равен ужасу справа. Правда? Вы не шокированы? Поехали. Тут нет мела. Вот не кусочка, наверное. Дальше рассуждение очень простое. У равных множества одни и те же элементы, да? То есть, вот, например, Ашка, синглитон Ашки, он принадлежит же левой части? Тогда он принадлежит и правой части. Кто же явный? Значит, синглитон Ашки принадлежит такой штуке. Батюшке. Что же это значит? А кто принадлежит? А кто принадлежит этого множества по принципу 1? Любой его элемент равен либо синглитону С, либо паре ЦД. Ну, в смысле неупорядоченный. Так, по принципу 1 у нас синглитон А равен синглитону С, или синглитон А равен паре ЦД. Согласны? Такс! Смотрите-ка, АЦ ведь принадлежит этой штуке. И вот этой оно тоже принадлежит. Значит, С принадлежит синглитону А. Причем в обоих случаях. Правильно? Как ни крути, получается, что С принадлежит синглитону А. И что же это значит? Что С равно А, но, естественно, и А тоже равно С, так как мы доказали, что равенство симметрично. Итак, половина у нас уже есть. Правильно? Докажем вторую половину. Ну, аналогично-то оно, конечно, аналогично. Далее. Давайте посмотрим на пару АВ. Она принадлежит правой части. То есть что? Чем она является? Либо она является С, или? Или С, Д. Правильно? Так, первый случай. У нас дизъюнкция, значит, можно разобрать два случая. Согласны? Первый случай, когда истин первый дизъюнкт. Что мы имеем? Ну, то же самое. Смотрите, Б-шка принадлежит левой части, значит, и правой тоже. Б принадлежит синглитону С, то есть Б равно С, а С, как мы помним, равно А. Три множество равны. Остается только с Д разобраться. А что мы знаем про Д? Чему равна вот эта пара? Она ведь принадлежит левой части? Значит, она либо равна синглитону, чего? Диктуйте. Синглитону А или? Или же она равна нашей паре А-Б, да? Но ведь А и Б – это то же самое. А и Б – это одно и то же, правда? Текс! И что же у нас получается, дамы и господа? Вот здесь мы видим, что Д принадлежит синглитону А, то есть Д равно А. А здесь что происходит? А здесь Д принадлежит синглитону Б, ну или тому же самому синглитону А. Это не важно. Значит, получается, что Д равно А в обоих случаях. Правильно? Вот два случая. Я посмотрел, чем является СД. СД принадлежит левой части. Значит, равно либо вот этому, либо вот этому. Понятно? Так, что же у нас вышло? Д равно А, а А чему равно? А равно Б. Итак, Д равно Б, и как мы уже ранее видели, А равно С. Все хорошо в этом случае. Согласны? Вы не шокированы? Второй случай. А, Б равно СД. Но вы, пожалуйста, не забывайте, что А равно С. То есть, вот это зверь, это что такое? Это А, Д. Правильно? Прекрасно. Давайте посмотрим на наше Д. Чем является Д? Вот оно, это Д. Ну, даже можно было такого не писать. Мы как-то не оптимальным путем пошли. Оптимальный в конспекте. Ну, немножко больше переберем. Не страшно. Значит, Д принадлежит у нас вот этой вот части. Правильно? Значит, и левой части она тоже принадлежит. Тогда у нас получается, что либо Д равно Б, и тогда все доказано. Правда? Потому что то, что А равно С, у нас уже есть. Либо второй случай какой? Д равно А. Правда? Но что такое А? А это то же самое, что и С. Правильно? Значит, что мы видим? А, С и Д это одно и то же. И у нас получается такая эффигенция. Смотрите, А я заменяю на С. Б я оставляю как есть. Про него я пока ничего не знаю. А здесь я пишу синглитон Д. Почему? Потому что Д и С это одно и то же. Понятно? Опять Д принадлежит... Ну, Б. Б принадлежит синглитону Д. Правда? И опять Б равно Д. И в этом случае анализ успешно завершился. Согласны? Ну, вот такой разбор случаев. Более или менее длинный. На самом деле не очень длинный. Разбирая эти случаи, я доказал теорему. Ура! Теорема доказана. Есть вопросы по доказательству? Следствие. Очень простое. У нас там двух минут более чем достаточно. Следствие. То, чего мы хотели. Для любого А, для любого Б. Пара А, Б равна паре Б, А. Тогда и только тогда, когда А равно Б. Ну, доказательства. Погнали. А равно Б, А, Б равно Б, А. Вот если я применю нашу теорему. Критерий равенства пар. Ну, или там характеристическое свойство порядочной пары. Давайте еще назовем. Критерий равенства пар. Знаете, что такое критерий в математическом слову потребления? Необходимые достаточные условия. Правильно. Теорема, которая устанавливает эквивалентность каких-то свойств. Так, по критерию мы получаем, что А равно Б. Правильно. Ну, и в обратную сторону, конечно, тоже получаем. Из этой конъюнции по критерию следует вот. Ну, короче говоря, очевидно. Правильно. Так, доказали следствие. Ура. И закончу я лекцию одним наблюдением. Вот представьте себе. Замечание его назову. Замечание. Вот представьте себе, что А малое принадлежит А большому. А Б малое принадлежит Б большому. Вопрос. А какому множеству принадлежит тогда пара упорядоченная? А что такое умножить? Откуда это умножение взялось? У нас оно было? Будет. Будет. Но мы его определим. Мы именно для того, чтобы определить декартного произведения множеств, именно для этого мы сейчас и стараемся. Поймем. Где же эта штука заведомо лежит? Давайте рассуждать. Смотрите. А принадлежит А большому. А где живет синглитон А? В ПО-то он является подмножеством множества. Согласны? Ну хорошо. Заход правильный, но не очень может быть приятный. А вы согласны, что множество А, Б является подмножеством объединения? Правда? А вот сам синглитон А является подмножеством объединения? Ну потому что любой его элемент, это А, принадлежит такому объединению. Согласны? А если вы помните, что у нас было, то вы знаете, что Х является подмножеством У, тогда и только тогда запоминаем равенство, когда Х принадлежит П от У. Правда? Значит, что мы можем сказать? Что как синглитон А, так и вот такая пара, они принадлежат П от объединения, являются подмножеством объединения. Правильно? Каждое из них это подмножество объединения. Значит, если я возьму такую пару, чем она будет подмножеством П от А, объединенного с Б. Правда? Я еще раз подниму вот это вот включение до принадлежности. Для этого что надо на правую часть навесить? Букву П. Голова моя совершенно свободна. Это чисто механическая процедура. Поверьте мне, я не воображаю себе какую-то странную диаграмму Эйлера. И вы не воображаете. Это ни к чему. Значит, раз это подмножество чего-то, то оно элемент множества всех его подмножеств. Правильно? А вот это есть у нас ничто иное, как наша пара. Итак, мы с вами доказали, где зеленый мелок, где же он, вот он, а зеленый красный. Мы доказали, что вот такая вот пара в случае этих условий будет принадлежать П от П от А, объединенного с Б. Должно ли вас шокировать П от П, а может еще от П? Нет. Ну, П это как бы некая функция на множествах. Она по одному множеству строит другой. Ну что, ее нельзя два раза применить? Можно. Ну, и чему это соответствует, П от П? Ну, если в арифметике вы увидите 2 в степени 2 в степени n, вы же не упадете в обморок? Я надеюсь. Ну, и тут, в общем, то же самое. Вопросы, пожалуйста. Итак, резюме. Мы с вами определили пересечение множества, операции бинарного пересечения, объединения, разности, дополнения, выявили, более или менее объяснили, знакомые нам факты про эти операции, доказали очень удобную, очень простую теорему, как включение выражается через равенство, ввели упорядоченную пару множеств, и доказали критерий или характеристическое свойство равенства таких вот пар. В следующий раз мы возьмем все такие пары для всевозможных а-шек из а и б-шек из б. Это будет Декартово произведение, как раз то множество, которое вы используете в мотане или в геометрии, когда вы вводите координаты на плоскости. То есть мы с вами создали в этой теории множество, смоделировали объекты, которые нужны, например, для работы с координатами. Продолжение следует...